Полиция выясняет обстоятельства наезда на женщину на перекрестке улиц Братьев Коширинах и Косарева. Авария случилась в тот момент, когда произошло отключение уличного освещения. То ли водитель отвлекся, то ли ослеп. Все подробности в материале. Эту камеру наблюдения уже отсмотрели инспекторы ГАИ. Женщина в шестом часу утра переходит дорогу по пешеходному переходу. На полпути выключают уличное освещение, а к перекрестку подъезжает иномарка. Судя по кадрам, скорость приличная. Водитель сбивает женщину. От полученных травм она погибла. Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. В результате происшествия пешеход, женщина 1959 года рождения, от полученных травм скончалась на месте ДТП. 61-летний водитель уверяет, женщина была в темной одежде. Поэтому, когда выключили свет, он ее не увидел. Теперь ему грозит лишение прав. А это кадры с перекрестка улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. ВАЗ 14-й модели едет прямо и таранит внедорожник, который шел на поворот. После удара водитель джипа, кажется, растерялся. Проехал еще несколько метров и припарковался у остановки. Водителю отечественной машины пришлось даже к нему бежать. Очевидцам показалось, что шофер внедорожника хотел скрыться. Впрочем, аварию зафиксировали. Хозяева машин подсчитывают ущерб. У ВАЗа, судя по фото, разбит капот. А в Челябинской области, пока родители делали селфи, двое детей сняли с ручника пикап и слетели с горы. Машина врезалась в дом. Дети сняли ручник на Хайлюксе. И летели вон оттуда. Сообщается, семья остановилась на вершине горы. Родители решили сделать красивый снимок. Сыновья остались в машине и в этот момент дернули за ручник. В итоге мальчики 7 и 10 лет в салоне неуправляемой машины влетели в частный двор и остановились, врезавшись в сарай. У детей сотрясение головного мозга и тупая травма живота. Их госпитализировали. В Калининском районе два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей такси одной и той же компании. По данным ГАИ, Рено Логан не уступил дорогу Ладе Веста. На перекрестке улиц Братьевка Шириных и Каслинская. Оба таксиста одному 65, второму 20 лет попали в больницу с травмами. Два большегруза столкнулись на улице Мастеровой. Никто не пострадал, но половина дороги оказалась заблокирована. А на улице Героев Тонкограда фура и вовсе перегородила проезжую часть. Под грузовик залетела легковушка. Как так вышло, выясняется. Объезжать такое препятствие пришлось по обочине. В обе стороны образовались огромные пробки. А возле областного суда прямо на дороге вспыхнул автомобиль. Видимо, коротнуло под капотом. Тушить авто прибыла одна единица техники от МЧС и 4 человека личного состава. Пострадавших нет.